Друзья, ну что, наконец-таки начинаются подвижки, мы это сделали, наконец-таки нас услышали. Дмитрий Гордон сегодня заявил о том, что в этом году уже могут состояться переговоры. Конечно, он сказал это в своем плече, но давайте послушаем его несколько секунд. Переговоры, о которых так много сказано, они все равно состоятся. И я считаю, что они состоятся в этом году. Я вообще считаю, я подтверждаю свою точку зрения, что война в этом году закончится. Больше терпеть это хамство никто не намерен. Я имею ввиду цивилизованный мир. Поэтому я убежден, что закончится переговорами. Вы знаете, я помню 2022 год, первые месяцы, конечно, мы все не понимали, были в недоумении, мы не понимали, что происходит. Но потом, где-то уже к лету, где-то какая-то информация проскакивала, что все это продлится до 2025 года. Ну что, вот Дмитрий Гордон, в принципе, все и сказал, что до конца года все это закончится. Конечно, он это все подвел со своей стороны, что якобы это Россия уже всем надоела, и надо бы с ней договориться. Хотя Владимир Путин давно это уже предлагает. И мы в своих роликах постоянно говорим, что нужны мирные переговоры, хватит уже все это продолжать. Но давайте послушаем, что говорят в кулуарах. Видео скрытой камеры снято с какого-то заседания, где выступал Ходорковский. Давайте послушаем, что он говорит. Господа, вы практически проиграли войну Украине. Мы ее проиграли. ВВП Украины до войны был 160 миллиардов долларов. России 2.2 триллиона. Соотношение численности населения Украины и России составляло 40 миллионов к 142 миллионам, то есть 3,5 миллиона. Но самое интересное, что видео с Ходорковским мне на глаза попалось буквально два дня назад, и я не знал, как правильно снять ролик. То есть я не знал, как примерно это все можно рассказать. Но когда сегодня я услышал Гордона, я понял, что они таким образом готовят свою аудиторию, чтобы она уже успокоилась, все признала, ну и так сказать, уже готовилась к мирным переговорам. Так что, друзья, пишите ваше мнение в комментариях, как вы считаете, нужно это быстрее сделать. Все-таки, наверное, то, что мы с вами делаем, мы с вами общаемся, собирается какое-то, видимо, мнение, когда мы с вами общаемся, когда другие блогеры, которых уже сотни, может быть, даже тысячи обсуждают данную трагедию, данную ситуацию. Я думаю, что это все проходит не зря, и нас, наконец-таки, начинают слушать обычный нормальный народ, который уже хочет, чтобы все успокоились, и чтобы этот кошмар прекратился. Пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на мой канал Телеграм Кузьминов, там вы можете скачать эти оба видео, особенно с Ходорковским, там оно длится 5 минут. Я тут нарезочки сделал, а там оно очень длинное, и он очень много интересных вещей рассказывает. И не забывайте слушать мою песню «Дикая» на Яндекс.Музыке, ссылочку оставляют в шапке канала.